Здравствуйте, еще раз, открыли на все, что нужно в компьютере и можем таким образом продолжать нашу работу. Итак, я напомню, мы начали разговор о вот этой, по-своему, и странной, и захарточной, и Горобай называет ее многострадальной, наверное, это правда, потому что, ну, действительно, 33 года шла работа над этой картиной, и там, в конце концов, она не осталась в таком-то незавершенном состоянии. Вот, то есть, ну, таинственной, будем так говорить, картиной Рейтона мы с вами занимаемся, и самая, может быть, большая тайна состоит в том, что под тем изображением, которое пришло к нам сейчас, и этому, так сказать, является последним, так сказать, последним изображением, которое Лепин успел сделать на этом хвосте. Ну, по крайней мере, шесть принципиально разных вариантов, вот, и каждый из этих вариантов еще имеет всякие, так сказать, отдельные реплики, связанные с доделками, переделками, картины и так далее. И вот мы в прошлый раз, когда мы, как бы, входили в эту тему, вот мы задались этим вопросом, почему же так? Вот что, ну, так сказать, произошло здесь, когда писалась эта картина, понимаете? То есть, писалась она, Репина, ну, начала, начала писаться эта картина в 97-м году, 1897-м году, когда Репин был, так сказать, в расцвете своих сил. Мы помним, что в 1901-м году он начинает писать Государственный совет, о чем мы говорили в прошлом сезоне, да? Вот, и это, безусловно, высшее достижение Репина-портретиста, Репина-композитора, Репина-мастера строить очень сложные мезонсцены и так далее, и так далее. И мы видели с вами эту работу, грандиозную работу во всех отношениях, и по размеру, и по количеству изображенных лиц, и по сложности тех задач, которые там держались, и по вот этой удивительной, удивительному разнообразию мезонсцен, которые организуют в отдельные группы, вот эти 81 персонажи этой картины, ну, и так далее, и так далее. И вот мы все это видели, и мы видели, что Репин действительно, ну, так сказать, на пике своего мастерства, да? Вот эту работу, которая намного порядков, кажется, проще, чем Государственный совет, да? Одна или единственная фигура на фоне пейзажа, в сущности не очень, так сказать, сложного пейзажа, сравнительно небольшого формата работы. И вот 33 года она пишется, и в конце концов остается незавершенной, не дописанной. Ну, здесь, так сказать, есть, чем удивляться, есть, о чем, так сказать, задумываться. Ну, и вот главный вот этот вопрос, почему уже все-таки вот так кардинально менялся этот запись? Мы попытаемся проследить ход работы и попытаемся, ну, понятно, что это будут скорее гипотезы, скорее какие-то версии, догадки, потому что здесь, так сказать, дать однозначный, определенный, так сказать, без всякой как-то спорности ответ мы просто не можем. Вот, ну, во всяком случае, вот эти догадки попытаемся высказать и попытаемся их как-то более или менее аргументировать. Вот, ну, как бы вот этот вопрос, эта попытка отгадать эту загадку, вот мы обозначили ее, обозначили его, этот вопрос, в прошлый раз. И мы начали смотреть, как же двигалась работа над этой картиной. То, собственно, чем мы прошлую нашу встречу совершили. Ну, вот сегодняшний наш разговор я хочу посвятить именно этому. То есть, прежде чем заняться обсуждением каждого из этих вариантов и пытаться, так сказать, найти вот эти отгадки, почему от одного варианта ребенок переходил к другому, и почему вот этот другой вариант приобретал тот, который он, так сказать, приобретал, ну, вот мы просто посмотрим, что было сделано, как двигался этот труд. Ну, и мы с вами отметили, что вот здесь нету, как бы, так сказать, такой каноничности, что ли, в изображениях вот этих разных вариантов, поскольку каждый раз мы имеем дело с фотографиями, и вот эти фотографии каждый раз делались по случаю. Вот не было специального фотографа, ну, как в случае, скажем, с Пикассо, когда он писал гернику, да, Эдор Маар специально вот фиксировала изменение полотна от начала работы до конца, да, и мы имеем вот такую летопись, так сказать, создания герники, когда менялся, так сказать, или не менялся, точнее, а развивался замысел Пикассо, да. Ну, так сказать, иногда мы имеем дело вот с таким, так сказать, рядом документов, которые позволяют видеть, как двигалась вот эта работа, и как, так сказать, от одного принципиального варианта к другому переходил художник, да. Здесь немножко другая ситуация, вот все эти фотографии случайны, случайны, потому что, ну, как правило, мы с вами говорили об этом в прошлый раз, они делались репортерами, которые сопровождали, так сказать, журналисты, интервью эру, которые встречались с Репиным, брали его интервью по поводу того или сего, по поводу там ближайших передвижных выставок или там еще каких-то других событий, вот. И иногда вот эти варианты, они оказываются вообще даже не сфотографированы отдельно, да, а являются фоном, то есть это изображение Репера в мастерской, вот, там то ли заработает, то ли в какой-то другой обстановке, да. То есть они не, вот эти фотографии не имели целью отследить процесс работы над этой картиной. Поэтому вот те изображения, которые, с которыми мы будем иметь дело, это все-таки, ну, вот, как бы случайный ряд. Но в этом случайном ряду попадаются несколько изображений, которые связаны с тем, что именно эти варианты были показаны на выставках. Ну, в собственности, две всего выставки было, где показывались эти варианты, вот, и, опять-таки, после этих выставок картина возвращалась в мастерскую, и Репер начинал ее переделывать. Ну, казалось бы, уже, так сказать, вот, предъявлена работа публики, уже, так сказать, она оценена, там, и так далее, и так далее. И вот что-то его гложет, что-то, вот, не отпускает его, что-то заставляет его возвращаться и возвращаться к этому замыслу. Ну, опять-таки, что? Вот мы говорили с вами о том, что это вообще для реперской практики, это, ну, сплошь и рядом, это, ну, черта его характера, да, вот он не может остановиться. Мы неоднократно вспоминали этот анекдотический случай с переписыванием, там, не ждали и крестного хода, уже непосредственно в норме Третьякова, который приобрел эти картины, уже Репер, так сказать, вообще, как бы не имеет права к ним прикасаться, да, и, тем не менее, он, так сказать, рвется и переделывает это все, и потом, так сказать, возникают все эти скандалы анекдотическим, так сказать, словесным, да. Ну, а уж то, что возвращалось в мастерскую, я бы вообще это понимал просто как материал, с которым он может работать. Мы видели, как он многократно переписывал, перерабатывал там Черноморскую вольницу, как он переписывал одну из героинь, одного из персонажей парижского кафе, но переписывал в течение, там, 30 лет, да, вот, там многократно переписывалась явленная икона и так далее. Да, мы видели даже, чем закончилась эпопея с портретом Шаляпина, когда вместо Шаляпина там возникла просто обнаженная модель, написанная уже после, там, 12 лет спустя, после того, как задевался портрет Шаляпина, да. Ну, вот, как бы там ни было, но вот работа она там все время идет, художник ее, так сказать, переписывает. Но здесь вот мы имеем дело с совершенно особым случаем, потому что это не просто некий, ну, вот, так сказать, вымысел, да, не просто некое сочинение, которое создает репет, как это было с тем же крестным ходом, или ягодной иконой, да, с той же Черноморской вольницей, где он многократно, как бы, переделывал вот ту, так сказать, вымышленную им ситуацию с вымышленными им героями, да, и собирал одновременно, так сказать, материалы для того, чтобы все время, ну, как бы, разнообразить этих героев, которых он помещал на холсте, да. А здесь мы имеем дело все-таки с очень серьезным для Репина персонажем, с Пушкиным. И вот мы говорили в прошлом, что вот уже вот этот первый вариант, который мы рассматривали, вот он, как бы, ну, для нас обозначает эту проблему, а для Репина, наверное, он эту проблему еще не осознает, но он ее ощущает, вот внутренне, художнически ощущает. Вот эта встреча совершенно, ну, удивительным, так сказать, персонажем, к которому у Репина, безусловно, здесь свое отношение, мы очень позже будем об этом говорить, как он воспринимает Пушкина. Вот, но вот здесь, что называется, коса находит на камень. То есть Пушкин и Репин, вот они встречаются в пространстве культуры. Не лично встречаются в пространстве жизни, да, а встречаются именно в пространстве культуры. Причем встречаются таким образом, что Репин, как бы, ну, такая принимающая сторона, и он несет ответственность, так сказать, за эту встречу, понимаете. И вот эта ответственность, видимо, она его, так сказать, переполняет, так сказать, да, и многократные вот эти переделки, они во многом, наверное, связаны с тем, что, ну, для Репина это совершенно не случайный, вот такой, не проходной, так сказать, персонаж, не тот персонаж, который, помните, мы говорили, что на двух этих вариантах запорожца, в нашем Харьковском, в варианте Русского музея, вот там возникали персонажи, да, потом он их записывал, потом там возникают другие персонажи, а вот эти, которые были записаны, они возникали в других картинах, вот там в Черноморской улице, потом в Капаке, вот, ну, то есть, повторяю, это были, как бы, персонажи, которыми автор распоряжался, так сказать, да, а вот здесь уж и другого нет. Вот он с одной стороны вроде автор этой картины, да, а с другой стороны он не волен распоряжаться этим персонажем, это ставит его в какие-то особые условия. Какие-то такие условия, вот, у меня такое ощущение, что он не совсем готов был встретиться с персонажем своей картины вот в этих каких-то для него не свойственных условиях. Но как бы там ни было, повторяю, вот, работа несколько затянулась. В принципе, и вот мы начали с того, что мы посмотрели с вами вот этот вариант, вариант, который, ну, мы не можем сказать однозначно, что он определённо первый. Мы пользовались здесь фотографией, изображающей имя на первом академическом мастерской, и фотографией эту прибургская, которая публикует её в своей книжке «Ребен Петербург», она датирует примерно 900-1991 год. Ну, и, стало быть, вот этот вариант, он вот к 1992 году и относится. А начали эту работу в 97-м году. То есть за эти четыре года, ну, вот мы посмотрим, с какой резкостью, так сказать, переписывалась эта картина в последующем, в последующее время, да, и это просто говорит о том, что за эти четыре года вполне могло случиться так, что вообще здесь был какой-то совсем другой пушкин, совсем другой портрет, другое изображение, и вот за эти четыре года он превратился вот в то изображение, которое мы сейчас видим. Но, повторяю, вот у меня нету на сегодня сведений, нету изображения, нету материала, который, ну, так сказать, мог бы каким-то образом пролить свет вот на эти первые четыре года водолагия этой картины. Поэтому мы с вами условили считать вот это изображение первым из дошедших до нас вариантов, условно повторяю первым. Ну, и повторяю, трудно сказать, может быть, когда-нибудь вот где-то всплывет что-то, какие-то материалы, какие-то, так сказать, свидетельства о том, что было раньше, что было до этого варианта. Ну, во всяком случае, примерно к 1900 году вот мы можем отнести этот вариант. Я рассказываю вам о том, что здесь моя реконструкция, поскольку... Так, а вот для того, чтобы мне возвратить... А, вот это вот я должен нажать, да? А поскольку исходным материалом послужила вот эта фотография Репина в мастерской академии, вот. И вот по этой фотографии, где вы видите часть изображения занята вот эта фигура Репина, и другая часть изображения занята вот этой вот трубой, вот. Но так скомпонована эта фотография, что все-таки, ну, основной, так сказать, основной, основную часть, основной мотив мы с вами видим. То есть мы можем и Пушкина самого увидеть, и вот то, что он шляпу держит вот здесь в правой руке, и то, что вот он стоит на, по всей вероятности, заснеженной набережной, или заснеженной, или, ну, такой осенней набережной, у которой там несколько влажная, так сказать, вот эта брусчатка. Вот. Ну, и мы говорили с вами о том, что в Пенатах, вот в фотодеке, обнаруживается вот эта фотография, которая была сделана в Здравнёво. Здравнёво – это вот та, то имение, та, так сказать, ну, её даже дальше не назоймём, что именно та, скорее, имение, вот то имение, которое Репин приобретает после дорогов как запорожцы с таким триумфом, так сказать, прошли на передвижной выставке и были приобретены в Сунае. Ну, и вот, да, собственно, эти средства, и была куплена вот эта земля, и выставила там эта самая дача, этот дом. Ну, и вот там с Дровнёва Репин делает вот такую фотографию. Точнее, ну, опять-таки, неправильно сказать, что Репин делает, это не селфи, да, с Репина делает вот такую фотографию. И мы с вами говорили о том, что сама эта фотография, она довольно тоже, ну, странно, так сказать, для изображения Репин, потому что здесь он уж очень определённо позитивный. Вот если, ну, те фотографии, которые делались по случаю, как мы говорили, да, как правило, для Клис, они, ну, достаточно непринуждённо, так сказать, Репина запечатлевают либо в кругу знакомых и друзей, либо вот так заработают, то вот здесь он определённо позирует, причём вот он, так сказать, принял позу и ещё, видимо, там специально наброшен вот этот плащ, наброшен-то плащ, то есть пелерийный, довольно немножко напоминающий буду начало XIX века. Вот, ну и при сравнении вот этих изображений вот обнаруживается, что это не просто фотография, а это скорее именно фотоэтюд для вот этой картинки. Ну, и именно используя этот фотоэтюд, я и смог реконструировать вот это первоначальное изображение, то есть вот ту часть, которую на снимке занимала Фигура Репина, я смог восстановить, вот пользуясь вот этим фотоэтюдом. И, ну, так сказать, как бы правомерность такого вмешательства, так сказать, в изображение Репинское, оно тем определяется, что вот этот фотоэтюд Репин использовал для того, чтобы писать вот эту свою картину. Ну, одновременно и попутно мы можем немножко уточнить датировку этого фотоэтюда. Вот вот Ирина Владимировна Кирилина в своей замечательной книге, что Репин в Пенатах, Ирина Владимировна была долгое время заведующей музеем в Пенатах. Вот, и очень много она и сделала, и опубликовала материалы, связанные именно с пребыванием Репина в Пенатах, вот с этим завершающим, так сказать, периодом его творчества. Ну, и кроме этого, просто много, так сказать, написано и опубликовано материалов Репинских. Вот, вот, Елена Владимировна, она примерно 10-м годом, примерно 1910-ми годами датировала вот эту самую фотографию, вот этот фотоэтюд. Но, повторяю, если верна вот эта датировка, 1901 год, фотографии, которые он публикует, то тогда определенно вот этот фотоэтюд, он относится к 900-му году, и с одной стороны его не нужно было делать раньше 97-го года, когда картина началась. Ну, а к 900-му году он уже был использован для написания этой картины, то есть где-то вот в этот промежуток, в эти 2-4 года, и попадает вот этот снимок репинский. И мы говорили с вами еще о том, что Репин пользуется здесь дополнительными, так сказать, картографическими материалами, и для фигуры Пушкина Репин использует свои портреты с актера Григория Григорьевича Ге. Так, только я пытаюсь, а вот эта страничка. Вот эти вот портреты, которые написал сын этого актера, это племянник художника Николая Николаевича Гея. Ну, и мы с вами в прошлый раз даже смотрели подробно поближе эти портреты, и видели, что действительно есть некоторое такое неуловимое сходство. Вот если взять типаж этого актера и загримировать его под Пушкина, то, в общем, ну, так сказать, некоторую такую ассоциацию с Пушкиным мы получить можем. Ну, и вот это 99-го года портреты, вот это 97-го. А, нет, 90... Сейчас я уточню, 90-какого года вот этот портрет, он пораньше был сделан. Вот, 95-й год, то есть он до начала работы над Пушкиным был сделан этот портрет. Ну, мы с вами видим, что портрет сам по себе обстановочный такой, и, в общем, он, ну, так, опять-таки, по ассоциации, довольно-таки можно напоминать вот некий такой салон начала 19-го, опять-таки, века. У меня есть некоторое такое подозрение, понимаете, вот у Рейтона ведь все шло в копилку. Вот он писал портрет, а при этом в нем работал еще и вот этот самый художник-композитор, и вполне он, когда работал над вот этим портретом Г, мог, так сказать, для себя зафиксировать, что вот некое расходство с Пушкиным у Г есть. Причем в 95-м году это для Лейтона не было актуально, это просто могла такая ассоциатива возникнуть, а вот в 97-м году определенная ассоциация актуальна, и Г приглашается для позирования, для картины. Вот в 99-м году пишется, кстати, вот, не надо было мне тогда берет свой список, вот эта датировка, она тут есть. Да, так вот, в 99-м году, когда пишется вот этот второй угольный портрет, Г уже определенно является, ну, так сказать, персонажем картины Рейта. Ну, и мы с вами говорили о том, что... Ну, что ж такое, ну, что-то у нас сегодня компьютер все время удивляет всякими любопытными видениями, что уже вот тогда, когда появляется этот первый портрет, а Рейта показывает в ходе работы вот эти вот вещи, ну, так сказать, близким людям, тем мнением которых он дорожит, он слышит вот это замечание, что Пушкин у него здесь получается высокого роста. Где был высокого роста? Есть фотографии, которые говорят о том, что он действительно был высокого роста. И вот, может быть, вот это один из вотивов, один из поводов к тому, что Лепин вот не дает вот эту картину на передвижную... Да, простите, Пушкинскую выставку, помню, что она задевалась в выставке 1909 года, когда столетие Пушкина отмечалось, вот, и картина остается в мастерской, вот, ну, и вот начинается ее, так сказать, переделка. То есть Лепин, как бы, от вот этого формального момента отталкиваясь, потом начинает, так сказать, переписывать уже всю, так сказать, картину, меняя композицию тоже. Но, повторяю, здесь, здесь, это гипотеза этой версии, мы не можем здесь утверждать, что это было именно вот так и как иначе, вот, ну, мы поговорим, вот, когда начнем говорить о каждой версии в отдельности, о каждом варианте в отдельности, мы поговорим, вот, что могло, ну, помешать Лепину представить работу на вот эту Пушкинскую выставку. Там, думаю, были, были не только вот этот формальный момент, связанный с тем, что, ну, Рост, так сказать, немножко, как бы, оказался, кстати, не пушкинский, вот, были еще другие моменты, и, думаю, они имели для Лепина более важный, более важную роль играли, более важное значение имели, чем только вот эта формальная, так сказать, неточность, связанная с Ростом. Ну, во всяком случае, вот, повторяю, то, что мы видим, это уже после Пушкинской выставки, после 99-го года, вот это начало, так сказать, этой работы. И вот мы видим вторую здесь версию, причем вот эта вторая версия, именно в силу того, что она появилась на передвижной выставке, на 39-й передвижной выставке, 10-го, 11-го года, вот, именно эту версию, вот эту, многие исследователи называют первым вариантом, короче, ну, в частности, Лесковская. Она именно эту версию называет первым вариантом, а, в свою очередь, Лесковская здесь опирается на более ранние исследования Голубева, у которого есть вообще отдельная книжка Пушкина в изображении Репина, вот, где именно вот с этого варианта начинается разговор о картине вот этой Пушкина-магрисной. Вот. По всей вероятности, это именно тот вариант, о котором Репин писал в письме от 16 декабря 1910 года Литоненко Ильдановича Белуминского. Замечательный городский художник, прекрасный пейзажист. У нас, кстати, в музее есть великолепный его пейзаж, такие зимние, ну, эти самые виды. И любимый его мотив – это вот зимняя вода, вот такие вот подмерзающие реки, ручьи, которые, так сказать, вот берега, так сказать, покрыты снегом, а вода, ну, такая, так сказать, стрибущая, так сказать. И вот все это очень такое серенькое, и вот это серенькое, оно такое, настолько богатое, так сказать, вот эти деды, что он не оторвался, так сказать. Вот один из таких замечательных пейзажей Белуминского городского, где есть у нас в музее. Вот. Ну, а в целом, тогда он был еще совсем молодым человеком, ну, вот Риппин ему пишет. «Я в отчаянии, мой заколдованный клад Пушкин более пятнадцати лет не дается мне. Назад тому две недели я был уверен, что повезу Пушкина своего в Москву». Почему в Москву? Выставка передвижная сначала открывается в Москве, а уже потом она открывается в Дюймуре. Увы, с ограничением остаюсь в Дюймуре. «В Москве не будет в этот раз. Помолитесь за меня, создателю, чтобы хоть петербургской нашей выставке в Дюймуре поставить». Повторяю, это Риппин пишет в Белуминском Дюймуре 16 декабря 1910 года. В Москве выставка открывается в 26 декабря, через 10 дней. В Москве, на Московской передвижной картины этой не было. Картины этой не было, и Риппин ее все-таки представляет на Петербургскую передвижную выставку. То есть это одна и та же 39-я передвижная выставка, но именно все тоже передвижная, она перемещается в разных городах, и, соответственно, в Москве ее нет. В Петербурге Риппин ее показывает. В Петербурге выставка открылась 18 февраля 1911 года. Закрылась она там 17 апреля. Вот этот вариант, он датируется 910. Обратите внимание, Риппин пишет, две недели тому назад он был уверен, что он, так сказать, готов вот этого Пушкина выставить. 16 декабря написано письмо, две недели тому назад, минус 14 дней, значит, начало декабря, там 1-2 декабря, да? То есть на ядре, вот на ядре, самое начало декабря, этот вариант Риппина в общем, так сказать, устраивает, он готов неопискровать передвижные выставки, потом вот что-то происходит, сколько ему нравится, он начинает продолжать, так сказать, переписанную работу, и вот оставшиеся полмесяца он на ней работает, и только 18 февраля вот он ставит ее на передвижную эпидемию. То есть по всей вероятности работа эта продолжается и в начале 11-го года. То есть вот эта датировка 910 годом, она здесь в общем ушла. На вот этот вариант было написано 5 отзывов, которые были помещены в петербургской прессе, в петербургской печати. Дальше, по всей вероятности, происходит такая вещь. Значит, отзывы были разными, картина воспроизводилась в Огоньке. Журнал Огонек выходил, вот был другой Огонек, понятно, но и в то время тоже. Значит, вот 13-й номер за 11-й год, вот 26-го марта. И стала быть, вот эта фотография, она нам, так сказать, досталась именно из этих воспроизведений. Значит, вот в Огоньке и в синем журнале, так называемый, 12-й номер за 1911 год. Вот эти разнообразные, разнообразные варианты, они опять-таки подвигают Репина к тому, что он возвращает картину назад в мастер-су. и возвращается к ней. То есть дальше, вот в этот турне, связанный с 39-й передвижной выставкой, картина не идет. Но уже 11-й год. То есть речь идет о том, что вот в течение этого года Репин очень много именно над этой картиной, причем именно вот над этим вариантом работы. И следующий вариант, с которым мы имеем дело, это вот тот вариант, который я показывал уже в начале нашего разговора, в прошлый раз, и показывал его, когда говорил о своих мотивах, вот которые побудили меня взяться за эту тему. Вот этот вариант, который репродуцируется у Грабаря, и пока больше мы нигде репродуцируемых не встречаем, говорят совершенно особенной вот той трактовкой Пушкина, которая здесь получилась. Вот если мы посмотрим вот этот предыдущий вариант, ну вроде бы все то же самое. Поза, пейзаж, который является фону, все то же самое. Ну вот посмотрите на так сказать изображение Пушкина, да, и сравните его вот с этим, вторым, второй версией этой же картинки, этого же изображения. Вы видите, что вот вроде бы все осталось то же самое, а все так, да, не так. Совершенно другой Пушкин изображен, совершенно другое лицо, другое выражение положится, другая нигра. Причем оно дано немножко гротесно, но вот эта гротесность, она не подчеркнута, она не, так сказать, педалирована, да, вот. И повторяю, вот кроме Грабаревского этого воспроизведения вот в 37-м году, монографии 37-го года, я больше ни к этому не встречаю. То есть речь идет о том, что вот этот вариант, он возникает, ну, вот сейчас вот давайте посмотрим, когда и как. Значит, вот я буквально буду сейчас двигаться по вот этому своему тексту, для того, чтобы мы поняли вот с датировкой, вот что происходит с датами. Значит, так, следующий по Лясковской второй вариант, вот это относится к второму варианту, да, подписанный в 1910-м и 1897-1911 годах, то есть три даты стоят. Демонстрировался на 40-й передвижной выставке. Выставка традиционно открылась в Москве 26 декабря 1911-го года. Обратите внимание, работала там до 29 января 1912-го года, затем 10 февраля уже 1912-го года открылась в Петербурге, где продолжалась до 1 апреля 1912-го года, после чего началось ее турнер в Краевицу. Ну, Голубев, я упоминал его имя в связи с этим исследованием изображения Пушкина в том числе Эпина, Голубев пишет об этом вариаке следующая картина Рейдера Крушкина на набережной Евы, 1913-й год, появившаяся на 40-й передвижной выставке в 1912-м году, в основном осталась такой же, какой она была на 1939-й выставке. Ну, и мы с вами видели, что действительно ничего принципиально в композиции картины не меняется. Ива, Петропавловская крепость, ну, здесь, вот там она видна, чуть-чуть в тумане, это, вот, связано с тем, что, вот, просто качество разных репродукций, она разная, поэтому пейзаж мы все время видят более размытый, более четкий, вот, но при этом, в общем, понятно, что Репин работал главным образом над фигурой и переписывались те части пейзажа, которые к фигуре привыкают. А принципиальная, так сказать, композиция вот с этими базовыми, так сказать, обозначениями места, топики, они, в общем-то, не менялись. Итак, Петропавловская крепость, которая там вдали бедна, гранитная набережная с цоколем под фигурой Льва, и надписью на надписью вот на этом самом цоколе сделанной Репин посвящается Александру Александровичу, Софии Александровне и Михаилу Александровичу Стаховичу. Но заново было переписано лицо и фигура, которой было придано более напряженное положение кроме того, Репин наряду с имеющейся датой 1970-й год поставил дату 1997-й и сделал надпись не на цоколе, а внизу убор Пушкина. Обратите внимание, здесь мы пока ничего этого не видим. И вот здесь хорошо читается эта надпись, видите, вот здесь пока, вот я повторяю, что Мох вытянул с помощью компьютера, с помощью фотошопа из вот этой репродукции, которая помещена у грабая, но все-таки вот у меня такое впечатление, что надписи здесь еще нет. Вот обратите внимание, вот здесь в том же масштабе надпись эта читается достаточно определенно, то есть на темном постаменте, на темном цоколе светлым была сделана эта надпись. когда мы смотрим вот здесь, мы видим вот здесь светлая, но это определенно не буква, а это вот эти крапления, гранити, которые, собственно, дают фактуру гранита. То есть это еще не та надпись, которую можно прочитать, а здесь повторяю, ее очень определенно можно прочитать, вот здесь даже, зная текст, мы можем угадать этим, у которых написано. Здесь повторяю вот подпись Репина, но опять-таки кадр обрезан, значит, немножко длиннее здесь формата, соответственно, Репин, и вот тут ниже идут эти самые даты. Здесь у Лох-Кушкина мы пока не видим ничего никакой ни подпись Репинской, ни датировки. Значит, я возвращаю эти две картинки Крепина. Да, так вот, Голубев пишет дальше, значит, сделал, на, еще подпись имеется виду, не нацокали внизу у Лох-Кушкина. Да что ж такое там? Болтается опять это возражение у Лох-Кушкина. Вот, и, наконец, одежда Кушкина во втором варианте приобрела более светлые тона. Лицо стало темнее, губы резче подчеркнуты, нижняя челюсть несколько сужена и лоб принял неровность, которая известна нам по маскам, снятым с лица Пушкина после его в лице и позе больше экспрессии и волнения, а вся постановка фигуры стала менее нарочитой и искусственной. Ну, не знаю, опять-таки, если мы вернемся к предыдущему изображению и сравним с тем, что имеем здесь, вот эти все рассуждения о том, что более нарочитой, менее нарочитой, мне кажется, несколько опять-таки искусственными рассуждениями, поскольку мы на самом деле видим, в общем, одну и ту же позу и примерно один и тот же поворот и разворот, повторяю, мы видим принципиально разную трактуру курицы. Ну, и вот эти надписи, подписи, которые позволяют нам узнавать, опознавать вот эти фотографии и те, так сказать, фрагменты текста, которые мы подведем. То есть, я к чему это все веду? Речь идет о том, что на самом деле на 40-й выставке появилась именно вот эта вот эта вот этот вариант, к которому мы еще не подошли, а вот тот, который мы рассматриваем, он оказался промежуточным, он не попал на 40-ю передвижную выставку, вот, но вот вот сейчас я пытаюсь понять, когда был сделан этот вариант. Итак, значит, вот, в отличие от варианта 39-й выставки, эта фигура освещена рассеянным светом, направленным слева. в варианте 39-й выставки свет был направлен сверху главным образом, то есть, вот этот момент тоже важен для дальнейшего, в каком отношении. вот слева здесь даже видны вот эти вот тени, которые улов Пушкина, вот, и потом это будет, так сказать, продолжено в дальнейших вариантах, у Репина появляется вот этот мотив света. До этого был достаточно рассеянный свет серого, вот такого петербургского фасумного дня. Дальше мы с вами увидим, что Репин начинает работать с войной свечей, но тут это пока не видно, мы подойдем к следующему варианту, то есть, у него появляется вот этот, так сказать, направленный свет слева. Вот, первые, так сказать, подходы к этой работе со светом появляются уже в этом варианте 2011 года, здесь, повторяю, еще это не ярко выражено, это пока еще, опять-таки, рассеянный свет, но все-таки вот направленный слева и появляются вот эти тени тени лунов Пушкина, вот, и, значит, в этом состоянии картина известна двух вариантов. В начале января 2012 года, то есть, тогда, когда, собственно, происходит передвижная выставка, она воспроизводится в журнале «Искры», номер один за 2012 год от первого января, и у меня есть это воспроизведение, и мы можем его посмотреть. Сейчас я его только найду вот среди своих этих самых материалов. Сейчас обману ну-то. Все, господи. Так, тогда мы поступим еще один украшение сейчас добраться. Так, поскольку я большой знаток этого дела, надо звать Сашу, поскольку я теперь не знаю, как вернуться. Саша! А, вот этот, вот, все-си-си-си, вернулись, так, и тогда я все-си-си, Ну все, я уже вернулся, так, а где же, что же это такое, сегодня у нас так нескладно все получается. Я прошу прощения, но так уж у нас получается вот как-то. И нескладно все это. Тем более видно, что мы у меня же этот материал. Да, я просто крупнее того же, но я не могу его найти, чтобы я его не вижу. У меня была здесь страничка вот этой самой газеты «Искра». Неужели он куда-то ее мог вынуть куда-то? Очень не видно получается. Ну ладно, боксер. Уже извините за такую паузу. Я тогда к следующему разу принесу картинку с этой самой страничкой для газеты. И мы увидим с вами, как... Ну, короче говоря, я прошу прощения. В следующий раз я вам ее покажу, вот эту страничку. Ну, повторяю, увидим, как представлялся материал передвижных выставок в месте. Но как бы там ни было, начиняю, еще раз повторюсь. Вот этот вариант, который был на выставке, который соответствует всем этим описаниям, по подписям, надписям и так далее, вот он был воспроизведен в журнале «Искра» 1 января 2012 года, то есть это уже открыта была передвижная выставка, вот. Ну и этот вариант, собственно, и был известен публике. А вот этот вариант, который я вам показываю, о котором мы сейчас говорим, и который воспроизведен был по грабаре, вот грабарь обозначает, что этот вариант находится в национальной галереи в Праге. На самом деле в национальной галереи в Праге такого варианта нет. Есть фундаментальное исследование фиалы, это чешский искусствовед, он был директором национальной галереи в Праге, и он издал замечательную книжку «Живопись русских художников собрания Чехословакии», где он очень подробно и отрепутирует, и прописывает все реперские, так сказать, работы, которые были в Чехословакии, не только в национальной галереи, но и в частных коллекциях, и в других музеях Чехословакии существуют. И опять-таки, вот там есть другое изображение, там есть вот этот этюд, который был написан с Алёшей Репина, это внук Репина, который был использован для работы над образом Пушкина, который именно для вот этого варианта 2011 года, собственно, вписался, и как раз 2011-2012 года вписался, и даже вот мы можем тут некоторое сходство усмотреть с вот этим окончательным вариантом, который на сороковой передвижной выставке всё-таки был представлен. Вот посмотрите, вот эта некоторая взъерошенность, так сказать, прически, вот этот поворот лица чуть-чуть вправо, этот, опять-таки, слева направленный свет, вот это всё присутствует вот в этом этюде Алёши Рейтона, который мы с вами только что видели, но другого никакого изображения, которое связано было бы с Пушкиным, в Чехословакии нет. То есть у Грабаря определённо, ну, он пользуется, видимо, материалами, в которых допущена некоторая ошибка, и он это воспроизводит у себя монографию, вот, в 1937 году. Видимо, именно в силу того, что было обнаружено, что это, в общем, санкрествует, так сказать, фактом, вот из второго издания монографии, которое в 1937 году делалось, вот эта и продукция, это изображение было изъято, и больше она вот ее нигде не воспроизводила. Сам Грабарь указывает, что он воспроизвёл в этой самой монографии своей фотографию 911 года. Стало быть, ещё раз вот смотрим. Значит, ух ты, ух ты, ух ты, уже первого января, да ну что ж, такое никакое, а вот уже первого января мы имели дело вот с этим изображением, а в начале 1911 года возвращается, в феврале возвращается картина с Петербургской передвижной выставки, и Риппин начинает, начинает ее переписывать. Значит, Грабарь пишет об этом варианте. Пушкин шёл прямо на зрителя, на фас, с палкой, в правой руке, с тренировкой, в левой. Он производил впечатление человека высокого роста, тогда как Пушкин был малого роста. Ну, это, Грабарь, повторяет вот те, так сказать, замечания, которые Риппину высказывались, хотя, опять-таки, здесь, на мой взгляд, есть некоторая такая обижация, поскольку вот эти замечания, они скорее относятся к тому варианту, который в 91-м. Вот, здесь уже мы определённо видим, что, опять-таки, изменения произошли. Вот, так вот, значит, 39-я передвижная выставка закрылась в Петербурге 17 апреля, я говорил, это февраля, 17 апреля 1911 года. В это время Риппин был в Италии, где занимался делами всемирной выставки, устройством собственной отдельной экспозиции, римской выставки, венецианской, прошу прощения, опять-таки, оговорился. У Реппина это был действительно уникальный случай, у него был целый зал, так сказать, это была фактически его персональная выставка, очень значительная, которая вот в контексте этой всемирной выставки 1911 года происходила. Вот, по возвращению в Пенаты, Реппин, как это видно из письма Рейнботу от 3-го, 16-го нового стиля, июня 1911 года, он продолжает интенсивную работу над двумя вариантами Пушкина на акте лица. Рейнбот – это представитель Пушкинской комиссии, который от имени вот этой самой Пушкинской комиссии обратился к Реппину с просьбой к юбилею выпуска лицеистов, то есть, простите, не выпуска лицеистов, а юбилею вот этого акта в лицеи, где Пушкин читал воспоминания в царском селе для ее держави, на какой-то, так сказать, торжественной встречи. Так вот, к юбилею вот этого самого события Реппину была заказана вот эта картина, которую мы с вами хорошо знаем и которая существует в двух вариантах. Мы к ней тоже в свое время вернемся. Вот эти два варианта. Мы о них с вами тоже уже упоминали, когда говорили о многообразии, так сказать, вот этих переделов, которые Реппину осуществляются многократно, так сказать, по поводу разных сюжетов, которые мы умеем делать. Вот, ну, и мы говорили о том, что вот этот первый вариант, он более чем 2,5 метра, вот, такой изображает, такой достаточно тесный круг вот этой публики, ну, и как бы Пушкин оказывается зажар вот этим самым кругом, и он придвинут к первому плану картины настолько, что Реппин даже не укомпоновывает его, так сказать, ноге, а она случайно оказывается вот за, так сказать, рамой картины, да? Вот, ну, а вот этот вариант, Реппин, когда он получил вот этот заказ от Пушкинской комиссии, которого он был представлял, он, ну, буквально с азартом, так сказать, бросился писать эту вещь, вот, и потом вдруг обнаружилось несколько, ну, так сказать, обстоятельств, которые эту самую Пушкинскую комиссию, ну, так сказать, поставили в такое щекотливое, так сказать, положение. С одной стороны, там условия заказа действительно говорилось, что, в общем, Пушкин может не стеснять себя ни раздевать, ни количеством изображенных лиц вообще ничем, то есть, ни материала, там, вплоть от карандаша, до акварели, и масла, и что угодно, в общем, что захочешь. То есть, вот такой вот заказ, который, вот, делай, что хочешь, а мы, так сказать, будем всему рады. Знаете? Вот. И вот, когда была вот эта картина написана, вот, Пушкинская комиссия вдруг засомневалась, ну, во-первых, отказывается, в общем, не так много средств у нее, и она не может оплатить, что значительное произведение, что большая формата, вот, при этом, более двух метров в высоту и более трех метров в ширину, вот, ну, и потом несколько смущают, вот, там разные обстоятельства, ну, во-первых, вот этот затесненность, так сказать, Пушкина, вот, тоже как бы зажат там со всех сторон, да, вот, то, что, ну, вот этот вот ряд, так сказать, публики, очень такой плотно обступивший, что фактически не видно вот этого самого зала лицейского, где это все дело происходило, но, в общем, короче говоря, вот, 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 разный, так сказать, вот, ну, и ритм, к этому времени, тоже уже вот этот первый газар, одноверно у него прошел, и он берется совершенно не, так сказать, споря с Пушкинской комиссией, берется писать вот этот второй вариант, который сегодня, он находится во Всероссийском музее Пушкина в Петербурге на мойке 12, а до этого музей располагался, собственно, в Царском Всероссийском лицее, вот, ну, и здесь это уже значительно более репрезентативный такой вариант. То есть, вот, если мы оба посмотрим, мы увидим, насколько вот этот первый вариант выразительный и экспрессивный, а этот второй более, повторяю, спокойный, такой торжественный, репрезентативный и, ну, я бы сказал, более такой, более, ну, благополучный, что ли, с точки зрения, вот, официальной вот этой вот Пушкинской комиссии, которая все-таки создана по поводу празднования торжественной даты, да? Вот, вот, это уже, вот, примерно вдвое меньше, чем вот тот первый, чуть более метра в высоту и, там, два-два с небольших метра в ширину. Видим здесь уже и, так сказать, широковый эстандрик, и вот этот зал, в котором все происходит, ну, и публика несколько, так сказать, отодвинулась, и Пушкину больше места дала для того, чтобы он мог, так сказать, прочитать это свое произведение, и Пушкин несколько глубину, так сказать, отодвинут так, чтобы полностью весь целиком, так сказать, поместился, наверное, на картине, ну, и так далее, и так далее. В общем, все, короче, вот эти вот пожелания были выполнены, и вот, собственно, этим вот полгода Риппель занят очень-очень интенсивно. Но обратите внимание, вот он все время живет и дышит Пушкин. Все время, вот Пушкин, понимаете, вот он пишет вот этот акт Лицей, при этом у него в работе вот это, его, так сказать, тоже, как бы, давняя картина, вот, Пушкин на набережной Невы. Он пишет вот эти этюды, которые, как сказать, картину сопровождают. Ну, одним словом, вот он, ну, просто, ну, он купается вот в этой самой Пушкинской теме, он живет Пушкиным это время. Вот так вот, значит, из письма Рейнбуту от 3-го, 16-го июня 19-го года Риппель продолжает интенсивную работу над двумя вариантами Пушкина на акте Лицей, один из которых должен был быть закончен к столетию открытия Лицей, то есть 19-го октября 19-го года, опять-таки несколько говорился раньше, вот к столетию открытия Лицей пишется эта картина, к 19-го октября она должна быть закончена, а другой он готовит вот все в той же передвижной выставке. И вот идея у него какая? Показать, поставить на передвижную сразу двух Пушкин, собственно, так угодно с ним. И вот тот первый вариант, вот, кстати, попадает на передвижную, и, так сказать, Пушкин на набережной Невы, вы представляете, как вы его видели, он тоже попадает на передвижную. А 40-ая передвижная, как мы уже обозначили, открывается 26-го декабря 2011-го года. Переделка Пушкина на набережной Невы могла идти только параллельно с работой над Лицейским заказом. Последняя продолжалась еще в ноябре и в первой половине декабря. Пушкин, отъезд Репина в Москву для устройства картин в экспозиции передвижной выставки был назначен на 16 декабря 2012-го года. Тим-коп, простите, 16 декабря 2011-го года. Таким образом, переделка Пушкина на набережной Невы приходилась на вот этот промежуток июнь-октябрь 2011-го года. То есть, фактически, ну, там получается где-то 4-5 месяцев. Вот это было время, которое Репин мог использовать для переделки вот этой самой картинки. Вот, поэтому, поскольку у Крабаря репродуцируется практически завершенный вариант, его воспроизведение, видимо, можно датировать начало осени 2011-го года. И вот, начало осени мы видим вот этот вариант, о котором все веду я речь. А почему я о нем веду речь? Уж больно он меня трогает. Я еще вернусь к этому варианту, когда мы попробуем поговорить о каждом решении, о каждой картине. И повторяю, вот, я говорил об этом и в прошлый раз, вот, на мой взгляд, вот это решение Пушкина, это, безусловно, было достижением. Безусловно, его, ну, так сказать, вклада в Пушкиниану, которая к этому времени сложилась, и в которой, опять-таки, ведущую скрипку к этому времени играл Серов. Серов в 1799 году, вот, в той же пушкинской столетии, к столетию, к столетию юбилею, сделал вот этот свой знаменитый рисунок. И мы тоже еще держимся. Я его просто сейчас покажу, для того, чтобы напомнить. Вот, вы его прекрасно знаете, но просто, чтобы напомнить. Вот, вот, Серов делает этот рисунок в 99-м году, и это, опять-таки, это один из, ну, лучших Пушкин, это последний. И вот точно так, мы с вами говорили о том, что, ну, вот этот момент конкурентности Репина и Серова, который, вот, так сказать, возник после конкурентного альбома и привел к Сударственному Совету, да, вот так же вполне мог быть этот момент. Я думаю, что, вот, опять-таки, понимаете, ни сном, ни в ухом, так сказать, ни в Е, ни Репин, ни Серу не упоминают об этом. Но вот это присутствие их на одной, в общем-то, достаточно узкой площадке, их, как двух, ну, крупнейших, безусловно, партийских, величайших мастеров этого дела, да, которые пишут, в общем, одних и тех же людей, которые пишут, в общем, одни и тех же людей, да, вот, хочешь, не хочешь, он, ну, ставит вот этот вопрос, но кто же все-таки первый художник, первый, так сказать, патриотист России, понимаете? И Репин отвечает на этот вопрос не Государственным Советом, но он отвечает на этот вопрос и своим мужем. И вот этот Пушкин 11-го года, он, ну, так сказать, рядом положен вот этому Пушкину 899-го года Синовскому, тому Пушкину, который изображение там было сделано для собрания сочинений Пушкина, издававшегося Петру Петровичу Петчаровскому старшим, это отец художника Петра Петровича Петчаровского, Мегитого, замечательного. И этот Пушкин, воспроизведенный вот в этом собрании сочинений, был тогда же признан, ну, одной из, повторяю, вершин посмертной Пушкини. Чего-то узнает. Вы знаете, может быть, это был один из поводов, почему Репин не поставил своего Пушкина вот тогда, в 1999-м году, на вот эту самую Пушкинскую выставку. Может быть, просто ощущая, что он, ну, как бы, вот, ну, так сказать, не дает некого принципиально иного решения Пушкина, того, которое, ну, так сказать, могло бы быть поставлено рядом с вот этим решением, которое предложил Север. Понимаете? Вот. Но вот в этом варианте 90... Ой, простите, не 99, а 1911-го года, вот, на мой взгляд, Репин приближается к ответу на этот самый вопрос, каким он может предложить свою конструкцию. Но при этом что-то происходит. То есть вот это изображение существует вот где-то, ну, вот эти считанные, там, три-четыре, максимум, три-четыре, максимум, пять месяцев. Вот эти. И уже перед выставкой Репин вносит изменения, вносит правку и на выставку попадает вот в этом. Совершенно другой, совершенно другой. И мы утрачиваем вот этот, ну, на мой взгляд, шедевр, безусловно, Репин. Вот я на недавней конференции с Лаванским членом, которая была в музее, делал доклад, который назывался «Неведомый шедевр Репина». Я рассказывал именно вот об этом варианте 11-го года. И это действительно, ну, совершенно вот этот бальзаковский сюжет «Неведомого шедевра». Когда художник, стремясь к совершенству, так сказать, своего произведения, стремясь к совершенству того решения, которое он хочет, так сказать, воплотить, уничтожает, так сказать, то, что он сделал. Мы делаем. И вот тот Кушкин, который появляется на сороковой передвижной, на мой взгляд, это на, ну, так сказать, начало разрушения того образа, который создал. Вот почему это произошло? Ну, опять-таки, Бог его знает. Почему? Версии своей догадки я попытаюсь сказать тогда, когда мы будем говорить об этом в варианте уже, так сказать, обсуждая только его, а не ход работы. Здесь я пока вернусь вот к этому варианту, который на сороковой передвижной выставке был, поскольку тут появляется вот этот момент посвящения. Посвящение семье Снабовича. Об этом посвящении Илья Пушкина был одним из главных зрений. На страницах неопубликованных мемуаров Репин объяснил свое посвящение так. К семье Снабовича я всегда относился с особенным уважением. Александр Александрович, отец, Софья Александровна и Михаил Александрович, соответствую, тогда навещали меня. Они были такие приверженные пушкинянцы, что я посвятил им картину свою. Пушкина надежная. Александр Александрович, как страстный любитель, актер, превосходно читал. Вот, кстати, обратите внимание еще на один момент. Это же время, когда не было не только интернета, но и, страшно сказать, даже телевизора. То есть, вот как проводились вечера. Тем более, темные петербургские вечера. Ведь в это время, в конце года, в Петербурге темнеть начинает где-то примерно в 2-3 часа дня. То есть, фактически весь день это супер, это тень. И вот ходили друг в другую гости. Не только для того, чтобы, ну, извините, как сейчас приятно ходить для того, чтобы немножко скоротать время застолья и принятие обгорячительных напитков, но просто ходили для того, чтобы почитать в кругу близких друзей. И вот то, о чем пишет Реппин, это один из таких прецедентов вот такого времяпрепровождения. Вот так построенного быта. Вот это очень любопытный момент. И вот семья Стоповичей это ну вот одна из тех близких Реппин семей, которые вот так сказать обустраивали его вот этот ну так сказать культурный быт, культурную повседневность десятых годов. И вот Реппин пишет что Александр Александрович раз любитель актер превосходно читал. Я заслушивался в его чтении и Кольцовым и Пушкиным много. И Софья Александровна и Михаил Александрович цитировали мне разное изустье грудные места из Пушкина и Львановского. Это рукопись воспоминания Рифина о поэте К.Р. Это Константин Константинович 19-го года. Она хранится в одном из частных собраний Москвы. Так вот Реппин именно этой семье Стоповичей посвящает вот эту свою картину представляя ее на Сарковой выставке передвижной. Таким образом у гробаря воспроизведен вот этот воянт предшеств Боруссии передвижной выставки. То есть не попавшие на выставку а именно предшествовавшие идеи. Что посленно подтверждается отсутствием посвящения хорошо прочитываемого на последующих воспроизведениях картины. Ну а что касается вот этого замечания Горбаря по высокому росту Кушкина еще раз повторюсь вот у меня впечатление такое что здесь Игорь Иванович несколько как бы перепевает что ли вот те мнения которые высказывались в прессе о предыдущем варианте с одной стороны а с другой стороны здесь вот возникает еще один такой формальный ход который Репином был опробирован и мы с вами об этом говорили в прошлом сезоне вот когда он строил композицию государственного садика обратите внимание вот Репин очень близко подвигает Кушкина к раме картины к нам и возникает как бы взгляд на фигуру сразу с нескольких точек зрения то есть вот на фигуру и ноги он определенно смотрит сверху точек и это хорошо видно по положению стоп и по тому как в отношении стоп расположена трость то есть определенный взгляд сверху вниз а когда мы смотрим на лицо на голову мы определенно видим вот этот взгляд снизу вверх то есть Репин в одном изображении совмещает как бы две точки зрения таким образом мы получаем здесь не просто так сказать академически построенную построенную академически построенное перспективное изображение а мы получаем вот ту самую перцептивную перспективу о которой мы с вами говорили так сказать ну не то чтобы открытие но первое или может быть даже не первое а доминантное применение которое обычно связывается с именем Сазана, но не совсем забывают о том, что Лейтон вообще-то этим тоже занимался. И, ну, может быть, не, так сказать, столь как бы рано, как этим начал заниматься Сазан, но примерно вот где-то в те же примерно годы, когда Сазан еще не пришел в Россию настолько известным и настолько, так сказать, почитаемым, как это происходит сейчас, понимаете? Понятно, что молодежь Сазана увлекалась, к этому времени уже чудесно и Морозовская коллекция были известны, и там все это уже было. Лейтон Сазана, понятно, тоже не признавал и не принимал. И вот эта самая перцептивная перспектива, вообще, по большому счету, она, конечно, к Сазану, смотрит еще Крафаэль и еще Кахинская школа. И вообще говоря, вот, ну, так сказать, очень глубокую традицию имеет, и вот Лейтон это здесь и стоит. То есть вот это замечание, которое, в общем, можно принимать, можно не принимать, но оно нас вот подводит к тому, что Лейтон очень, ну, точно для себя ставит вот те пространственные задачи, которые он решает вот в своем произведении. И, повторяю, здесь вот тот ход, который был очень успешным, так сказать, при именном Государственном Совете, вот Лейтон применяет вот этой картине, которая, ну, от Государственного Совета принципиально, как мы с вами уже говорили, отличается масштабовым, квантом, количеством изображенных и так далее и так далее, но не отличается вот масштабностью задачи, которую Лейтон перед собой ставит. И для решения вот этой фундаментальной задачи дать изображение вот этого для Лейтона безусловного гения, вот Лейтон применяет вот этот пример, он смотрит на него временно и снизу вверх, и в то же время вот в обычной, так сказать, радости так рассмотрен, потом, когда стоим на какой-то, так сказать, площадке, да, мы всегда видим, так сказать, ноги друг друга сверху, а вот лицо, ребята, так сказать, изображают увиденным снизу вверх, увиденным вот так вот, так сказать, как бы преклоняясь перед, ну, я бы хотел назвать вот это воспроизведенное угробая изображение, вот этот вариант, экономическим вариантом вот этой самой книги. Кириллина Леон Владимировна, которую я сегодня уже упоминал, но она вот в этой своей замечательной книжке Лейтон в Пенантах об этом варианте пишет так. Насколько можно судить по тогдашнему воспроизведению картины, она была несомненной удачей Лейтона, еще раз наклонившего мастерство тончайшего взяла. Ну, повторяю, мы подробно об этом, о том, что именно, так сказать, изображает Лейтон в этом варианте, мы поговорим, когда будем о нем говорить подробно. Ну, а вот уже, повторяю, вот в том варианте, который был репродуцирован в журнале «Искры», в варианте, собственно, сороковой передвижной выставки, эта удача оказалась удачей. Гротескная, потому особенно острая по характеристике решение лица поэта уступила место более спокойному, нейтральному, классическому и менее, увы, выразительному. Это был переломный, по всей вероятности, момент в работе Лейтона, под образом Кушкина, вот в этой картине. Ну, и, видимо, опять-таки, вот Лейтон вот это чувствует. Вот. Потому что уже следующее состояние картины демонстрирует нам, ну, нечто совершенное. Ребен уходит от этого варианта. Вот он, по всей вероятности, переживает вот этот вариант, собственно, сороковой передвижной выставки, как, ну, вот пишет захолдованный клад, да, вот, вроде бы уже коснулся, и вот все глубже и глубже уходит. Вот он ощущает, вот была удача, вот уже почти поймал, да, вот. Но он говорил об этом, что, таскивайте, не пускайте меня к картине, понимаете. Но вот он не устоял, не удержался. И дальше вернуться к вот этому варианту он уже не может, понимаете, уже вот... И он понимает, что, ну, ну, все, ушла. Ушла картина, ушел вот этот вариант, ушло это решение. Нужно делать новую картину. Он как бы возвращается к, так сказать, к пункту. И он начинает писать новую картину. Это новое состояние. Лясковская называет это состояние уже фактически вторым вариантом вот этой картины. Хотя, как мы видим, это уже не второй карта. По нашему счету тоже карта получается. Шарковая выставка открылась в Москве в помещении Исторического музея 26 декабря 2011 года, закрылась 29 января 2012 года. В Петербурге она открылась в помещении Общества по ошлению художеств 10 февраля 2012 года, закрылась 1 апреля 2012 года. Таким образом, работа над новым вариантом картины могла начаться лишь со второй половины апреля 2012 года, когда после сороковой передвижной выставки вот этот, где-то уже понимает, проигранный вариант, права. Он возвращает его в мастерскую и начинает новую работу. Вот этот новый вариант, он воспроизводится и у Голубева, вот этой книжки. Беда в том, что книжка Голубева, она очень-очень давнего издания, и там все, что вон, и будут зывы и черное дело. Вот, воспроизводит и Кириллина вот эту самую фотографию, с которой мы с вами начали наш разговор этого сезона, где Репин пишет свой автопортрет 2014 года на фоне вот этого нового варианта. Но нам с вами очень повезло в том отношении, что это единственный... Да что, что такое? Что это единственный из дошедших для нас вариантов в процессе работы подобных драчных, который дошел до нас в цветную изображение, в цветную репродукцию. Вот эта цветная репродукция, она помещается в собрании сочинений Пушкина, которые издает профессор Венгеров, Семенович Венгеров, который там целый цикл вот таких собраний сочинений наиболее значительно русских писателей 19 века затеял. И вот это издание Венгеров, оно замечательно тем, что оно не просто, так сказать, публикует тексты, а оно публикует помимо текстов колоссальные комментарии и исследования по поводу этих текстов. И одновременно иллюстрирует не только, собственно, тексты иллюстрации, но иллюстрирует, собственно, биографию писателей, которые издаются разного рода материалами. Документальные материалы и художественные материалы. И вот в ряд вот этих иллюстраций и попадает вот эта картина Репина, которую у Венгерова в этом издании называют вовсе не так, как мы с вами ее называем, «Пушкин на набережне 1835 год», а совершенно именно образом. Вот эта картина называется у Венгерова «Люблю тебя, Петра, Марина». Ну, понятно, так сказать, цитата из Пушкина. И понятно, что это абсолютно никакого отношения не имеет вот к тому названию, которое принципиально, на мой взгляд, и я попытаюсь это дальше в нашем разговоре показать, принципиально важно для Репина, и не имеет отношения и к тому названию, под которым эта картина сегодня числится в «Пенатах», и опять-таки это не Репинское название «Пушкин на бережне 1835 год». Вот все-таки Репинское название, как мне кажется, у меня нету, ну, так сказать, документальных подтверждений, связанных с Репином Венгером, но вот те документы, которые восходят к первым исследователям Венгерова, к каким-то индивидентальным исследователям Венгерова, к свидетельствам Чуковского, который в воспоминаниях своих, которые не тоже вспоминают, и его, так сказать, о нем пишут, вот это все-таки «Пушкин на набережной Невы 1835 год». Вот это каноническая и по всей вероятности в Венгерском название, понимаете? А дальше, конечно, и сам Репин и его современники употребляли сокращенное название. Репин часто пишет просто «Мой Пушкин». Понятно, что об этой картине речь идет. Или «Пушкин на берегу Невы». Ну, это вот эти, повторяю, сокращенные названия, которые, опять-таки, тоже не всегда, так сказать, полное название называем «Мой Пушкин на берегу Невы 1835 год». Вот почему важна вот эта татировка в 1835 годах? Для Репина, для репинского склада мышления – это не случайно. Мы об этом употребляем еще много времени. Пока же я возвращаюсь вот к этому варианту, который, совершенно не повторяю, не репинским названием, был в издании Венгерова 1915 года. Вот, и Голубев характеризует, описывает этот вариантов этих городов. Фон, Нева, хранительная набережная, Петропавловская крепость. Ну, вот здесь все это хорошо видно. Тут и Нева видна, и Петропавловская крепость видна, и самый Лев, и хранительная набережная – все это действительно хорошо видно. Все остается по старому. Ну, по старому в каком смысле? Номинально по старому. То есть, понятно, что вот после того, как сделано вот такое существенное изменение композиции, вот места касаний, привыканий пейзажа к фигуре, конечно, переписаны. Ну, куда же тут не делся? Но общая топика изображенного пространства, она действительно остается просто. Фигура Пушкина поставлена на том же месте, но поза, разворот ее дан иначе. Пушкин не идет, а как бы находится в каком-то неопределенном позе. Кстати говоря, вот тоже любопытный момент. Насчет того, что идет, Грабай пишет, да, что Пушкин идет прямо на зрителя. А на самом деле, как хорошо видно, Пушкин стоит, никуда он не идет. Он стоит, и более того еще и Троцкий отпирается, и он, так сказать, совсем как бы вот эту устойчивость, так сказать, своей позы, так сказать, подчетки. Вот Пушкин стоит, а никуда не идет в предыдущем варианте, да, а вот в данном случае он действительно находится в движении. В общем, вот движение, это очень непонятно. То есть, он действительно, вот Голубев пишет, да, Пушкин не идет, а как бы находится в каком-то неопределенном положении. Смотришь на этого человека и не знаешь, что он может сделать. То ли повернется, и в самом деле он, вроде как, поворачивается, да, то ли повернется и пойдет обратно, или пересечет набережную, или будет стоять на месте, а может быть, пустится в пляс и искажет какой-нибудь легковысленный каламбур. Перед нами действительно столичный самодовольник. Ну, так написано у Голубева, вот здесь тоже такой момент, вот, ну, как бы вот это вот словесное пересказывание изображения допускает, ну, известную вольность, так сказать, того, кто пересказывает, да. То есть, вот эти последние, так сказать, обороты, которые у Голубева применены, вот они, на мой взгляд, эти больше для красного словца, и, так сказать, как бы оставим их в стороне от нашего рассуждения. Но вот то, что абсолютно определенный вольность на правде здесь, это то, что Пушкин действительно в этом случае изображен в движении, во-первых, и то, что движение, это оно совершенно неопределенное, имеет совершенно неопределенный характер. И вот это действительно вызывает, ну, некоторое такое, ну, смущение, если у вас нет, ну, я бы сказал, вот сомнение, так сказать, а, собственно, действительно, вот что происходит на этой картине, да. Ну, ладно, оставим мы вот этот момент, опять-таки, вот, понимаете, сейчас я все возвращаюсь к этому, я говорю о ходе работы, да, вот, мы последовательно смотрим варианты, о каждом варианте в отдельности мы поговорим о ней. И там мы эти все моменты будем обсуждать, и будем пытаться понять, почему это происходит, почему они предпринимают это решение, понимаете. Ну, в данном случае, оно вот такое. Что мне очень важно, вот, чтобы мы увидели на этой репродукции, повторяю, вот, такая совершенно удивительная наша удача, мы видим цветное изображение. Вот здесь вот то, о чем я говорил, у Репина появляется вот это очень сложно организованное двойное освещение. Значит, с одной стороны мы видим солнечное освещение слева. Вот тот еще малозаметный, так сказать, такой серый, тусклый, так сказать, петербургский, вот этот пасмурный, пасмурного дня свет, который возник еще в предыдущем варианте слева, для Репина оказывается важен в том отношении, что он сохраняет вот это левое освещение. Но, обратите внимание, он вводит вот эту тему заката. Вот появляется вот этот самый петербургский закат. Понимаете, вот трудно сказать, сейчас не появился ли этот закат вот здесь, поскольку мы не можем судить по черно-белой репродукции о том, как, так сказать, фигура освещена, какого цвета это освещение вот здесь на предыдущем варианте, но мы определенно видим, что вот этот эффект двойного освещения Репин здесь не разрабатывает. То есть здесь свет, вот сильный свет слева, и левая сторона, то есть, ну, левая сторона лица, одна, и к нам она справа оказывается, справа часть, вот эта левая сторона лица, она здесь находится в тени, она затянает. И этот момент, а я повторяю, что, скорее всего, к этому варианту Репин делал вот этот самый этюд с Равешей Репина, который мы с вами чуть-чуть рассмотрели, да? И вот в этом этюде, обратите внимание, тоже самое происходит. То есть опять дается вот этот вот сильный вариант. Но опять, вот тут тоже момент. Вот этот этюд может, скорее, все-таки использоваться не для того варианта, вот для 12-го года. В 12-м году этот этюд помечен, и хотя вот Репин вот эту самую прическу все вот он, как бы, так сказать, сохраняет от того варианта, мы увидим, что в картине несколько изменено, да? Но вот в Равешина, в этом самом этюде, мы этот эффект двойного освещения уже можем наблюдать. То есть, таки этот этюд получается не к тому, не к варианту 40-го, и к выставке делался вот этому следующему, 12-го года. Что мы здесь видим? Обратите внимание, вот есть вот этот свет слева направленный. К этому свету вот довольно сильно поставленная тень. И эта тень уходит в рефлексы, вот, собственно, фасовой части лица, и переходит вот в этот более слабый свет справа. То есть мы здесь определенно видим лицо двойного освещения. Это то, чего, повторяем, не происходит, когда мы возвращаемся к варианту 40-го выставки. Почему я и говорю, что, значит, это нам должно сказать, что вот этот этюд Ареши Репина делается для следующего варианта, хотя, повторяю, голова вроде бы еще напоминает вот это решение. И вот эта вздерошенная прическа. Но тут все-таки свет слева, а правая сторона лица, для нас справа, потому что справа, а для Пушкина это левая сторона лица, да, вот она определенная тень. И, опять-таки, вот этот сильный, сильного вот этого, сильное собственное тень, а здесь вот, когда мы имеем дело с вариантом 12-го года, вот это все, это все появляется. Ну, существенно меняется характер лица. Ну, что ж ты будешь делать? Ну, почему нас так компьютер не слушается? Ну, это же нехорошо. Почему он нас не слушается? Тормозит? Да, тормозит? Тормозит, вот зависает, дорогие. Вот только сейчас мы уже начнем. Может, просто маленький-то больше падает, да? Может, падать, что-то больше. Вот, и мы увидим, что вот характер лица все-таки совсем, наверное, сейчас немножко прориснет. Вот. Ну, а пока мы вернемся, так сказать, к вот этим нашим текстам. Вот, обратите внимание, что происходит, что происходит с лицом. Значит, вот к этому времени Репин начинает как бы заново исследовать пушкинскую иконографию. Появляются два этюда, которые помечены в 12-м годом. То есть, именно вот этим временем, когда пишется этот текст. Один из этих этюдов мы с вами уже рассмотрели. Это этюд Леши Репин. Второй этюд, вот там он рядом расположен на картинке, которую мы с вами смотрели. Сегодня это атрибутируется, как этюд профессора Денисенко. И так он представлен в экспозиции. Но когда впервые вот этот этюд был репродуцирован, а репродуцирован он впервые был в 1940 году в книжке, которую издали Бровский и Меламут. Репин в пенантах называется эта книжка. Это была вот эта первая публикация тех материалов, которые сохранились в пенантах после того, как Куокова была присоединена Ленинградской области после Советско-финской войны. И вот это был такой первый, условно говоря, десант исследовательский, который был препровожден в пенанты для написания сохранившегося там архива и, так сказать, каталогизации этого архива, поскольку пенанты тогда, с этого времени, они вошли в состав научно-исследовательского музея и архадемии художеств, где они сейчас, в составе музея они и сейчас остаются, и являются филиадом об этом музее. И вот Бровский и Меламут специально были туда направлены. И вот, понимаете, вот эта работа, которую они проделали, она была уникальна, потому что они застали еще подлинные пенанты. Мы с вами об этом говорили. Буквально там через несколько месяцев начиналась война. Пенанты полностью были уничтожены, полностью сгорели. Слава богу, архив вывезли в блокированный Ленинград, и архив в подвалах Академии художеств он сохранился. И только в 60-е годы пенанты были воссозданы по тем чертежам и изображениям, фотографиям, которые сохранились. Но те пенанты, которые мы сегодня имеем как музей, это уже не подлинные пенанты, вот реперские, а это все-таки их реконструкция. А вот Бродский и Меламит, они застали те подлинные пенанты. И они застали те подлинные, так сказать, шкафы с вот этими архивами ритмом, о которых писал Чугурский. И вот это изображение впервые они публикуют, и обратите внимание, как они атрибутируют это изображение. Они пишут, что это этюд с посмертной маски поэта. Вот это очень важный и любопытный момент. И опять-таки мы вернемся к вот этой загадке пушкинских изображений и посмотрим, почему вот это изображение было атрибутировано вот Бродским и Меламитом, очень квалифицированными искусствоведами, именно как этюд с посмертной маски поэта. Но это как бы следующий наш шаг, когда мы будем двигаться дальше. А сегодня, повторяю, и в каталоге в Пенатах, и в публикациях, которые делают исследователи, сотрудники музея в Пенатах, вот этот этюд, он атрибутируется как этюд профессора Денисюка. И опять-таки, ну, отчасти понятно, почему. Вот этот вот характерный абрес, так сказать, скул, который подчеркивается, ну, у Денисюка здесь все-таки борода, причем особый характер бороды, когда усов нету, а вот только борода, подчеркивающая вот этот вот, так сказать, излом скул. Вот, а для Репина это важно, поскольку, ну, Пушкин с Бутенбардами, так сказать, как раз именно вот этот характерный, так сказать, абрес верхней челюсти и скулы, так сказать, получается, да? То есть я это к чему веду? Вот Репин возвращается к вот этому сбору материалов, связанных с Пушкинской иконографией. Казалось бы, 12-й год, он начал в 97-м году. То есть 15 лет уже прошло, а он все исследует Пушкинскую иконографию. И к этому же времени, к этому же времени относится еще одна важная вещь, это копия Репина сейчас мы вернемся к каталогу нашему, но я вам ее покажу. Копия Репина с портрета Пушкинского, работа Репина. Вот, обратите внимание, копия эта датируется самим Репину в 13-м году. 12-й, 13-й год. Это идет работа на вот эти варианты. Сегодня эта копия, она долгое время находилась в коллекции Вишневской Острополища, ну а сегодня вся коллекция, она передана в состав музея в Стрельне, и вот в этом музейном комплексе она находится. Вот я здесь специально поставил их вместе. Трапининский портрет. Ну, это хрестоматин, если изморожение будет подходить, не о чем любая. Чуть-чуть, чуть-чуть. Подробно говорить. Чуть-чуть полнее. В то время подробно, тем не менее, поговорим. Это будет очень интересный разговор, это я вам обещаю. Александр Дмитриевич, мне кажется, вам что чуть-чуть полнее. И вот репинская копия. Понимаете, ну, полнее, не полнее, может быть, чуть полнее, не важно другую. Вот в 13-м году репин обращается к копированию тропининского портрета. И обратите внимание, вот когда мы перейдем к, опять-таки, вот этому варианту 12-14-го годов, мы увидим, что именно вот этот тропининский тип, ну, так и что он не хочет? Вы остались только посмотрщиков. А? Вы остались только посмотрщиков. Да, а, возможно. Ну, я, так сказать, как человек безграмотно, в этом отношении, каждый раз, наверное, их открываю. Вы видите, нужно лишнее запрятие. Вот, да. И это, наверное, пригружает вот это. Поэтому подвесно это. Но обратите внимание, вот здесь определенно читается этот тропининский тип. В характере, прежде всего, прически. Вот мы обратили внимание, что прическа меняется по сравнению с прической 2000-х годов. Вот я говорил, что в этюге вот эта малюшинника еще сохраняется эта прическа. Трепинская. А здесь, здесь уже вот эта тропининская, такая несколько приглаженная, так сказать, более, как бы, такая, более спокойная. Да? Это тоже вот очень любопытный момент. Значит, вот Репер делает целый ряд вот этих исследований, или пушкинского облика, подготовки к этому варианту, так сказать. Да? Ну, опять-таки, вот как относиться к этому варианту? На мой взгляд, это безусловно имеет значение. Ну, в самом, вот, в голове все очень-очень, так сказать, расстроено. Абсолютно не определено поза, абсолютно не определен жест. Вот, ну, совершенно непонятно, зачем это сделано, ради чего это сделано. Понимаете? Ну, и я думаю, что Репер иногда это сделано. Поэтому вот этот вариант, он нигде не, так сказать, не демонстрируется, хотя именно он и продуцируется вот в этой самой книжке Ленгенова. Ну, а если учесть, что в нише это тысячными тиражами она зашлась, так сказать, в нечитающей публике, то увидели этот вариант значительно больше людей, чем то количество публики, которые посещают даже вот передвижную выставку. Хотя передвижные выставки были бы одними из самых посещаемых в другом. Так что вариант этот стал широко известен. Но, тем не менее, вот для Репина он не окончателен, и не окончателен именно тем, но вот чтобы, ну, так ведь сказать, что это удача, ну, ну, не получается. Нет удачи с действием. И вот дальше возникает уже совсем любопытная вещь. Вот это, как вы сами понимаете, вовсе не рейтинский. Более того, это я, так сказать, несколько масштабировал этот рисунок, изменил его подлинный вид и подлинный масштаб для того, чтобы, ну, вот в некоторое соответствие привести пропорции фигуры с теми пропорциями фигуры, которые вот на предыдущем вот этом варианте мы видим. Вот. Ну, и что здесь есть? Ну, прежде всего, вот тут вот есть это движение. Вот на этой, ну, как ее назвать, перикатуре, да, в шарбах, так сказать, да, движение определенный... Падающие куски. Ну, он не столько падающий, сколько, я бы сказал так, стоящий, но только вот поскольку изображал его, ну, определенно, человек как бы не очень следующий, вот в этих самых тонкостях, ракурсах и совмещение проекции разных точек зрения и так далее, любит эту местность. Аккуратно скажем, да, изображал. Ну, вот он действительно, вот с приподнятыми этими самыми стопами изображал, да, но он все не слил. Но, вот посмотрите, постановка ног на одном уровне, то есть вовсе не так, как это вот у Лепина в движении в одной, так сказать, уже делают шаг, да. Но любопытно, вот у Лепина трос в одной руке, и Целина в другой руке, да. Здесь и просто Целина в одной руке. По памяти, наверное, не стало. Нет. Сейчас мы вернемся к этому. Рука здесь заведена за спину, мы видим, да, тут рука у него не за спину, уже не надо. Ну, а вот лицо еще в этом поворачивает. И примерно, вот если мы так посмотрим, примерно это же и прическа, и этот же тип лица. И, кстати, обратите внимание, вот оранжевым и голубым карандашами отмечено вот это двойное освещение, да. Вот что же это за такой загадочный рисунок? Ну, вот я его увеличиваю для того, чтобы долго не томить, и чтобы вы могли прочитать подпись вот этим изображением. Фрагмент рисунка Городецкого. Что это за рисунок? Сергей Городецкий. Бывает в пенатах, Ремен пишет даже его портрет. И я с удовольствием вам этот его портрет вот сейчас покажу. Поскольку он больно хороший портрет, и просто хочется вам его показывать. И, между прочим, портрет этот портрет этот представлен в Киеве сегодня. Он совершенно небольшого размера, ну, такой буквально крохот, а четвертый формат, я считаю, что он меньше а четвертого формата, и изображает Сергея Городецкого с его женой, женой, которой Ремен придумал имя Нимфа. И вот этим именем потом она стала подписываться. Нимфа Городецкая. Чудесный, совершенно крохотный вот такой ретюд. Очень быстро набросанный. Слава Богу, вовремя вырваны, так сказать, из-под кисти. Ремен, и поэтому не претерпелший дальнейших, по-моему, всяких видоизменений. Это, кстати, вот тот самый диван, на котором возлежал Шалякин, когда он позировал Ремен. Ну, помните, это диван, который стоял в басковской Ремен в Афпинатах. Вот. И вот, значит, Городецкий и его жена, Нимфа Городецкая, да, вот, Ремен делает этот блестящий совершенно набросок, и обратите внимание, вот, когда, да, 14-й год. А что делает в это время Городецкий? А Городецкий в это время делает рукописный журнал. И этот рукописный, ну, поедем, вот опять весело люди жили и, так сказать, веселились от души и весело проводили время. Вот мы говорили, вот это время как и пророждение в организации быта, да, вот эти самые рукописные журналы это тоже один из элементов организации быта. Ну, мы знаем такую, ну, совершенно фантастическую вещь из этой же области организации быта того времени, это Чукок. Вот этот альманах, который затеял Горний Иванович, да, и в который потом в течение, ну, почти всего 20-го столетия вносились автографы самых разных людей, которых Горний Иванович встречал в своем веку, он многих встречал, много кого, да, но начинает этот его альманах Леппин. Кстати, Городецкий там есть. И вот Городецкий оказывается в Чукоколе, в Коколе, простите, ну, Чукокола называется по имени Чуковсоединение, частью формирования Чуковского и частью названия Кокола, да, появляется Чукокола, а у Городецкого немножко проще это называется. Значит, вот Городецкий точно фиксирует, когда именно он англоскин, что это в Кенанках улит. Вот 27 мая 14-го года. И все это вместе называется ОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛ Такой репортажный рисунок. Вот Реперт пишет Городецкого с женою, а в это время Городецкий как бы с натуры изображает интерьер реперской мастерской. И что здесь изображено? Камин. На камине стоит бюст античной статуи, ну что-то такое, напоминающее бюст Венеры. И на станке, на Мольберте стоит Пушкин на набережной мастерской. Вот, так сказать, в том масштабе и в подлинном виде изображения, из которого я взял только вот этот фрагмент, нужно повторять несколько масштабированных исказей, так сказать, рисунок Городецкого. Просто для того, чтобы в пропорциях вот эта фигура была приближена к той, которую мы с вами видели в Лепетской фигуре, и чтобы мы увидели, чем постановка этой фигуры отличается от того, что изображено. То есть к чему я веду? Значит, мы имеем здесь точно проставленную, да, тут 27 мая, 14-го года, да, и Городецкий видит вот это изображение. Понятно, Городецкий самодеятельный художник, он, так сказать, не претендует на документальную, как бы, точность изображения, да, но Городецкий, 27 мая, 14-го года, выйдет вовсе не ту картину, которую мы с вами видели, репродукция, опубликованная у Венгерова в 1915-м году. То есть, опять-таки, отчет идет в 1915-м году. В 15-м году Венгерова репродукция, ну, Венгерова репродукция, понятно, что издание готовилось до 15-го. Вот, понятно, что в 1915-м году материалы уже, так сказать, попали в типографию, да, но в 15-м году из типографии выходит та репродукция, репродукция той картины, которой уже нет. То есть, речь идет о том, что вот этот, вот этот вариант картины существует между 12-м и 14-м. И как раз вот все вот эти этюды, которые делаются репродукцией, они делаются к этому варианту. Отчасти еще, мы видим, в 14-м году вот этот тип изображения лица Пушкина сохраняется, но картина приобретает совершенно другой вид. Она приобретает совершенно другой вид. И, ну, это, вероятно, уже, так сказать, собственно, я могу не, как бы, задрывая дальше, а просто могу перейти к следующему изображению. Это уже будет, ну, концептуально завершающий вариант картины. Вот появляется у нас еще один набросок. Вот обратите внимание, вот такие наброски, они сопровождают работу Лейбина постоянно. И вот здесь дата, опять-таки, стоит в большом вопросительном знаке. 7-10-е годы. Но 7-10-е годы, посмотрите, здесь вообще трудно сказать, как стоит фигура Пушкина, простите, у Лейбина. То есть, все тут тот же пейзаж. Кстати говоря, вот помимо крепости и Льва, и Набережной, есть еще лодка. Вот здесь она. И мы ее хорошо видим вот тут, у края картины, вот здесь. Это тоже немаловажный момент. И вот, поймем дальше. Нет, напрасно предыдущие исследователи не обратили внимания на эту луку. Но совершенно непонятно, вот о чем-то они еще думают. Оно не только непонятно, но оно не похоже на вот эти предыдущие. О чем-то они. И это дает мне повод усомниться с той датировкой, которую это датировка аукционного дома, кабинет, Московский аукционный дом, где вот этот рисунок был выставлен на торги сравнительно не так давно. И он был репродукцирован вот в аукционнике, в издании этого аукционного дома. Именно с вот этой датировкой 7-10 год, вопросительный знак, это уже год. Вот я повторяю, вот то, что вот это очертание не похоже на предыдущее, дает мне повод сильно усомниться в этой датировке. И я думаю, что все-таки это относится к тому, что будет после 14 лет. То есть, скорее, этот рисунок уже не дружит. 14 лет, 15 лет, и далее. И вот Репин ищет новый вариант, новую позицию этой картины. Вот обратите внимание, вот эти, опять-таки, неопределенные очертания, вот все-таки нет вот этой широкой, так сказать, расставленности фигуры, если бы были особо, а вот это, вот у меня нету названия, это я нашел в интернете вот это изображение, жуткое, можно сказать, изображение, Крепина, не имеющее никакого отношения. Но нету названия и источника, вот из какой газеты взято это изображение. То, что это изображение газетное, об этом говорил вот этот крупный раз. Ну, вот самое любопытное, что у Репина такой картинный вид. Вот это один из вариантов репинской картины с очень сильной ретушью. Ретушью, которая, ну, вот просто можно сказать, понимаете, вот когда мы имеем дело с незаконченной картиной, на фотографии очень хочется изобразить ее, ну, как бы, законченной. И ретушер, так сказать, вместо художника реконструирует вот это самое, вот это самое изображение, понимаете? Вот, и вот этот, ну, так сказать, испорченный ретушью вариант, вот мы здесь и получаем. Но, опять-таки, почему я его поставил сюда? Ведь репинскую картину со всеми вот этими, ну, так сказать, сомнениями репинскими и поисками образа, и всеми этими мучениями, которые внутренне его сжигают и заставляют постельно возвращаться к этой картине, переделать, переделать. Переделать, вот она стоит в мастерской, и пенатых, и там видят только те, кто бывает в этой мастерской. А вот это публикуется в газете, и, так сказать, все это читают в газете. И вы же понимаете, что тираж газеты значительно больше количества тех людей, которые приходят в мастерскую и в пенат. И вот это оказывается, ну, так сказать, у публики на глазах, понимаете? Вот, ну, вот по этой очень ретушированному, по этому изображению мы что можем утверждать, да? Что вот тот, та постановка фигуры и тот жест, который у Городецкого, вот это его, так сказать, в рисунке с натурой изображен, вот он вроде бы, ну, так сказать, попадает, да? То есть, по всей вероятности, уже в 2014 году, более того, как мы предметировку имеем точную, 27 мая 2014 года, Репин уже работает вот над таким вариантом. Ну, дальше, нам трудно, так сказать, говорить, что происходит дальше, а вот этот вариант, ну, не вариант, я хочу сказать, состояние, мы относим уже к 24-му. Вот это 24-го года вариант, он и продуцируется вот в этой книжке и, насколько я могу судить, он происходит из фототеки Репродукцирования. Вот для меня загадка, почему книжка Репродукцирована не картина, которая находится вот здесь, в мастерском, а фотография этой картины, которая находится в фототеке в архиве. Но, тем не менее, вот мы можем сравнить вот ту картину, которая находится в мастерской, вот она сегодня там выстрелена. То есть, вот это ее окончательное время. И этот окончательный мир, если не ломать, видя в 40-м году. А публикуют они в своей книжке вот этот вариант, который, ну, вы видите, здесь и изображение головы, оно другое, вот прическа другая, видите, да? Это не тропиновская еще прическа, а здесь она уже не тропиновская. И вот здесь, вот Грабай об этом варианте пишет как-то в окончательном. Ну, Грабай понятно, почему так пишет, потому что эта фотография была у него в распоряжении, когда он писал вот эту свою монографию 1937 года. Вот здесь он, значит, простите, не монографию 1937 года, а писал вот эту статью «Задубежный ритм» 1946 года, которая в художественном наследствии опубликована, и мы с вами цитировали эту статью, вот я в прошлый раз на ее ссылался, вот там Грабай пишет о том, что не найдено положение левой руки, и здесь вот следы мелом на холсте, где вот Репин ищет это положение. И вот это мы тут действительно можем увидеть. Вот здесь, видите, вот не прописан этот самый цоколь под левом, там действительно есть какие-то очертания, и еще, и это, вот еще ищет вот это вот. Вот Грабай эту фотографию видел, фотография адаптирована 1924 годом, и картину эту датью уже 1897-1924. Но на самом деле, как мы это, повторяю, можем увидеть и убедиться в этом, после 1924 года Репин еще работает, и работает на ней очень интересно. По свидетельствам, которые вот зафиксированы у Кириллиной, еще в 1930 году, то есть в год смерти своей, Репин касался киски в этой картине. С 1924 по 1930 год, проходив шесть лет, которые видны на работе над вот этой картиной, да? И мы видим, что ее окончательные виды, прежде всего, вот самого Грабай Пушкина, он существенно отличается от того, который представлен на фотографии 1924 года. Мы видим, что положение руки уже найдено. И Репин, вот обратите внимание, то, что не было прописано вот здесь на фотографии, да, мы видим, что здесь прописано в окончательном состоянии. И вот это тот вариант, который сегодня нас встречает в Пенатах. Вот таким образом. Вот это фотография, которую я вам сейчас покажу, и мы завершим на этом наш сегодняшний разговор. Немножко подвесаем, потому что, чтобы выжить это все из-за того, что у нас тут много всего, да? А одежда мы с очень закрыты, да? А вот, видите, что появляется. Мы будем отвлекаться, а когда мы можем так сделать, чтобы я хочу показать, что мы можем запрещать именно фотографию, но не хочет нам богатить. Спасибо. Вот эта фотография. И вот сейчас вот так эта картина представлена в мастерской Фенатах. Вот она немножко в глубине, как бы вот там, вот видите, за вот этой стремянкой, стремянка, которая специально для того, чтобы можно было писать большого формата плота. И когда вот зрители проходят, они мельком видят эту картину, ее практически не расслабим. Существует, как правило, не обращает на нее особое внимание, поскольку, ну, действительно, вот некая такая вот неудача гения, да? Вот, как правило, и что мы ее смотрим. Но тем не менее. И, кстати, я вот очень тоже любопытный момент, вот обратите внимание, что вот тут вот рядом находятся с этой картиной. Рядом находятся, видите, вешалка и навешиваются сюртук. А не просто сюртук, это сюртук пуштинской эпохи. Это вот тот сюртук, в котором Риппен сфотографирован вот на той здравневской фотографии. Шикарная фотография. И это сюртук, который вот Риппен, так сказать, примерял на себя, чтобы вот, ну, чтобы изнутри ощутить себя вот в этой одежде, так сказать, пушкинского времени, да, в пушкинском сюртуке. Вот если бы он так пушкин изобразил, вот так сильнее, динамика, вот там это очень удачно. И вот, вот оно вот все вот так, вот все завершилось вот этой статикой, да, а все начиналось как вот так динамично, вот так асимметрично, вот этим потрясающим, этим гротескным, так сказать, вот этим портретом 11-го года, да, кстати, и вот этот портрет на фотографии 900-го года, он тоже, вот мы его, ай, не проскочу, вот сейчас проскочим, да, вот, он тоже очень характерен, и опять-таки вот там очень такое своеобразное, так сказать, решение лица пушкин в этом первом же городе, и вот что же все-таки происходило, вот почему было вот так, вот мы посмотрели сегодня эту траекторию, да, вот почему... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова